Привет, ребята! Самый короткий, что называется, на коленке обзор автомобиля Cherry Tiggo 4 Pro. 4 Pro, потому что новый автомобиль, и все они теперь называются Pro. Автомобиль бензиновый, с вариатором, с передним приводом. Даже в эко-режиме он стартует и делает вид, что он мощнее моего 150-сильного Captur. Вот, поэтому, а уж в спорт-режиме, да, здесь только два режима, эко и спорт. В спорт-режиме он вообще, можно сказать, рвет с места. Ну, традиционная для Cherry решетка радиатора, вот такая вот трехмерная. Пацаны могут взгрустнуть, потому что нечего тюнинговать. Уже красный бампер с полосочкой красной, а это значит спортивная тачка и лютый тюнинг. Симпатичные колесные диски, как вы видите, уже украшенные. 17-е диски, красные суппорта, опять-таки, нечего больше тюнинговать. Все, если суппорта красные, тачка уже горячая. И я думаю, велосипедисты обрадуются. Резина здесь Chao Yang. Chao Yang неплохая резина, которая зарекомендовала себя в области фэтбайка. Ну, опять-таки, вот пластик, который защищает все и вся грязь, как видите, летит только на пластик. Опять-таки, красная полоса. Автомобиль снабжен камерами со всех сторон. Поэтому выдает трехмерную картинку. Защита хромированная есть. Ну и тут, естественно, ой, мне так нравятся эти задние фонарики. Эти фальш-трубы. Причем, ребят, фальш-трубы, но их так и две. Так и две. Почему их не засунуть было сюда? Ну, это ладно, не мне решать. Камера есть, все есть. А я опять не могу не обратить внимания на фонарики. Ну и тадам! Он поднимается, как будто бы она электрическая. Влезает целый. Фэтбайк без одного колеса и со снятым сидением помещается в этот небольшой автомобиль. Фэтбайк. Мало того, что помещается в фэтбайк, еще и остается место. То есть, вполне себе автомобиль велосипедиста. Конечно же, мультитул. Ну и вот о чем я говорил. Вот эта вот трехмерная машинка. Вот мы стоим вот на дороге. Вот она показывает, что да, чувак, ты стоишь на дороге. Вот это вообще тума, ребят. Зарядка. Просто положил айфон и заряжаешься. Прелесть. Я считаю прелесть. Все. Что еще? О чем мечтать? Цена? Ну, о ценах сейчас говорить не то время. Они сегодня одни, завтра другие. Но автомобиль неплохой. Кстати, сегодня же уже пошли снега, гололеды, все дела. Вот она, пожалуйста. Обогрев руля. Есть все. Вот просто все есть. Обогрев сидений. Есть все, 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 что необходимо. Есть все на кнопочках. В смысле, ты можешь туда-сюда елозить пальцем, делать теплее или холоднее. В общем, вполне достойный ауфто-мобиль. Что еще надо? Я не знаю. Поэтому, если вдруг думали когда-то о китайском автомобиле, то, пожалуйста, вот вам вполне себе неплохой. Линзованные светодиодные фары. Конечно, вот эта желтая часть мне не очень нравится. Немного портит вид. Но это в качестве, так сказать, чтобы прикопаться хоть к чему-то. И амортизаторы. Задние амортизаторы. У меня такое впечатление, пока они не прогретые. Они бухают так, как будто бы что-то с подвеской. Мне даже супруга сказала, слушай, а что у нее гремит сзади? Что-то болтается в багажнике. Я говорю, скорее всего, это непрогретые амортизаторы. Амортизаторы, потому что я тоже обратил на это внимание. Вот. А в остальном прекрасная маркиза. Вполне себе хороший автомобиль. Можно сказать, рекомендую.